Вообще понятие равномерности в теории вычисленности это одно из фундаментальнейших понятий, оно настолько значимо, что даже его часто и определять не надо, интуитивно понятно, что равномерность это, можно сказать, хлеб теории вычисленности во многом, когда эти процессы мы можем равномерно получать. Вот что я хотел рассказать, сегодня о равномерности, вот я буду рассказывать вот так, с одной стороны я буду говорить не просто о равномерности, а об ее применении в компьютер саймс, проблема спецификации структур данных, как адекватно описывать всякие структуры, которые имеют некие хорошие алгоритмические представления. Это с одной стороны, а с другой стороны вот обнаружились довольно неожиданно удивительные связи между равномерностью и некоторыми классическими понятиями теории алгоритмов, причем я буду говорить именно не генетически, вот как исторически это развивалось, а вначале я начну с того, что буквально было получено, ну скажем так, когда это вот летний воркшоп, это значит июль, да, август, сентябрь, три месяца назад. А вот другие некоторые вещи, извините, они были получены 30 лет назад, понимаете, но мы начнем с того, что было более свежим, так сказать. Вот. И значит, ну давайте начнем с точных определений. Давайте перейдем. Значит, вот этот подкласс, класс вычислимо-отделимых алгебр, равномерно вычислимо-отделимо, это важнейший подкласс, особенно с точки зрения приложений. Приложения вы еще увидите, и сейчас мы их увидим, еще на следующей лекции, которая будет ближе такое практическое направление иметь, мы увидим еще другие приложения вот этой равномерности, в частности, вот в свое время Мальцев показывал, что любая позитивная алгебра, конечно порожденная, конечно порожденная, у которой всякая конгруенция имеет конечный индекс, не нулевая, вот она всегда будет, значит, вычислимой, разрешимой, конструктивной, вычислимой и так далее. А вот был вопрос, а всегда ли это верно, если от конечной прожренности отказаться? Оказывается, это не так, есть контрпримеры, и вот все эти вещи, вот эти контрпримеры и так далее, они все равномерно вычислимые, отделимые. Не просто вычислим, а вот равномерно вычислим. Оттуда мы переходили потом уже с нётеровыми решетками, с сосчетными решетками. Вот любая сосчетная решетка, как называется, позитивная алгебра, она тоже вычислим, отделима. Ну, то есть, видите, это не просто так. Теперь, значит, нумеровная алгебра называется равномерно вычислим и отделимой, если существует частичная вычислимая функция трех переменных со следующим свойством. Если x не равно y, то вот эта функция f от z, x, y, z, всюду определенная, всюду определенная вычислимая функция, являющаяся характеристической для замкнутого относительно ядра нумерации множества, отделяющего x и y. Вот. То есть, мы имеем... У нас есть некая процедура, которая правильно работает на различных по модулю нумерации числах. Если они одинаковые, господи, пусть она там и не работает, не останавливается, или дает какой-то бред собачий, это нам неинтересно. Но вот если они действительно разные, то она обязательно дает, фактически выдает нам алгоритм разрешения такого множества корректного относительно нумерации, который отделяет вот этот самый x от этого самого z. Ну, то есть, вот неформально, неформально, вот наличие... Равномерность означает наличие эффективной процедуры, которую выдает для каждой пары различных по модулю нумерации натуральных чисел алгоритм разрешения корректного... Ну, корректно и понятно, да? То есть, не у замкнутого относительно нумерации, нумерационной эквивалентности множества, отделяющего x и y. Я хотел подчеркнуть, ребята, что, товарищи, что вот мы говорим, казалось бы, такое вот понятие равномерность, вот вычлимоотделимость сама по себе, еще и равномерность, а вот не слишком ли это узко, да? Так вот, я хотел сказать, это множество равномерного вычлимоотделимых эквивалентностей, оно монстрообразное, оно колоссальное. В любой m-степени, в любой m-степени существует равномерно вычлимоотделимая эквивалентность, вот. Причем мы можем смотреть на существование в m-степени и как, грубо говоря, брать можем кантеровский номерак, просто как множество, можем как именно эквивалентности брать вот эти вот сводимости, m-сводимости, ну, это, так сказать, не принципиально. Так, то есть равномерно вычлимоотделимых эквивалентностей не просто много, их страшно много. В любой m-степени есть равномерно вычлимоотделимая эквивалентность. Вот почему эти вещи, на самом деле, если чуть-чуть внимательно посмотреть, а тут сидят специалисты по теории алгоритмов, для них тут вообще никаких проблем нет. Вот давайте пример я приведу, да? Берем эквивалентность, она негативна тогда и только тогда, когда она является равномерно вычлимоотделимой с вычислимо-перечислимой характеристической трансферсалью. Ну, трансферсаль, помним, да, что такое характеристическое? Это из каждого класса выбираем наименьший элемент. Из каждого класса ровно по одному вытаскиваем, ну, выборку такую делаем, и самое маленькое, самое маленькое натуральное число. Ну, вот смотрите, если эквивалентность негативна, то далеко понять, что она не просто вычлимоотделима. Помните, я показывал пример, как можно эффективно изделить на две части, корректно, для любых двух разных. Вот это и будет алгоритм равномерно вычлимоотделимости. Ну, а характеристическая трансферсаль, характеристическая негативная эквивалентность, она, очевидно, является вычлимоотделимой. Вот теперь обратно, давайте вместе подумаем, если эквивалентность является равномерно вычлимоотделимой. Вот трансферсаль у нее является перечислимой, правильно? Значит, начинаем перебирать все пары, вот трансферсальные, они все заведомо различные. Все пары. И теперь выбираем пару, начинаем делить. Начинаем делить, алгоритм, помните, я показывал, как можно эффективно, единообразно, вот на две части корректно разделить, вычислимые. Начинаем делить, делить. Теперь, если два числа действительно разные, то в классах их эквивалентности есть наименьшие, то есть трансферсальные. Рано или поздно мы доберемся до трансферсальных. Начинаем делить, и тогда, получается, вот эти числа, они тоже будут, соответственно, попадать в разные классы. То есть, получается у нас негативность. Автоматически получается негативность. Напоминаю, если вот трансферсаль характеристически не является вычислимым-перечислимым, если мы отказываемся от второго условия, откажемся, тогда что получается? Тогда вот эти эквивалентности не то, что не обязаны быть негативными, а вообще в любой степени есть вот эти самые равномерно вычислимые отделимые. Так, теперь определение 2. Собственно говоря, у нас определений больше почти не будет. Вот, значит, нумерованная алгебра называется равномерно аппроксимируемой негативными. Вот, что такое аппроксимируемость, это понятно, да, если аппроксимируемыми негативными. То есть, если есть два разных элемента, обязательно найдется гомоморфизм на негативную. Ну, гомоморфизм, конечно, эффективный на номерах, при котором образы этих элементов различны. Вот. А он называется, значит, она называется равномерно аппроксимируемой, если существует частично вычислимая функция четырех переменных со следующим свойством. Если x и y различны по модулю нумерации, то вот эта вот функция лямбда uv от uv, это характеристическая функция ню негативной конгруэнции, по модулю которой элементы различные. Что значит ню негативная конгруэнция? Ню негативная это значит, имеем вот эти x, y, и x, y, разные. И что мы получаем? Мы получаем вот эту функцию лямбда от uv, это, значит, характеристическая функция ню негативной какой конгруэнции. То есть, у нас есть алгоритм перечисления дополнения конгруэнции. Понимаете, конгруэнции это те, которые одинаковые, да? А алгоритм у нас, значит, есть перечисление дополнения. Вот дополнение будет это самое негативное, и вот эта функция, она будет давать, значит, эта функция, конечно, частичная, потому что для x не равно y, она будет давать, скажем, ну, скажем, единицу, да? Вот, то есть, да, это вот то, что надо, и будет строить вот это дополнение конгруэнции. Ну, а если они равны, опять-таки, я говорю, она может ошибаться, может не останавливаться, может любой бред давать, это нам неинтересно. Все. Дальше. Вот, ну, я уже говорил, мы об этом говорили, что нумерованная алгебра, да, вот-вот-вот, значит, нумерованная алгебра равномерно вычислима от делима, если только если она равномерно аппроксимируется негативными. Ну, что, значит, известно? Вот давайте перейдем к определению, сюда, да, определение 2. Ну, действительно, если она является равномерной, то для любых двух разных, используя вот эту самую функцию, фактически мы что строим? Мы строим фактически, даем номер вот этой самой фактор алгебры, точнее конгруэнции, а еще точнее не конгруэнции, а дополнение, вот номеров дополнения конгруэнции. Вот это и есть перечислимый индекс негативной конгруэнции. Перечислимый индекс негативных конгруэнций, это значит, мы можем перечислять дополнения. Вот. При этом, значит, отметим, что равномерная аппроксимируемость, она не просто позволяет равномерно вычислять перечислимые индексы, значит, но и равномерно эффективно предъявлять характеристические индексы. Так, ну вот давайте посмотрим эквивалентности, ну, у Юрзова они есть, вот в теории нумерации, в прошлый раз я, это для меня, так сказать, как этот, основные примеры, на них мы опираемся. Вот три примера, первый пример это простейший, значит, только чет-нечет может склеиваться, других склеек нет, причем склейка происходит тогда, в 2x2x плюс альфа, если x не лежит в альфа, то, значит, имеем одноэлементный класс. Ну, понятно, что это будет, значит, так, ну давайте, второй, это, значит, одно но, что это не тривиальный класс, это альфа, а все остальное точки. Третий, это, значит, по симметрической разности, то есть, два элемента мы объявляем эквивалентами, если канонические индексы, ну, то есть, если эти элементы, точнее, множество с номерами, их пересечения, вот с этим, значит, с альфа будет одинаковое, то есть, дополнение, неважно как, ну, или симметрическое, можно по симметрической разности брать, но это классические, так сказать, эквивалентности. Ну, вот первый пример, так, у меня он написан здесь, нет? Ну, давайте вот так. Ну, понятно, что первый, это равномерно всегда. Почему? Потому что, скажем так, если два числа достаточно далеко, ну, грубо говоря, между ними есть хотя бы одно число, то они эквивалентами быть не могут, правильно? Эквивалентами могут быть только те, которые вот непосредственно соседи, причем младший сосед, ну, меньший сосед, он обязательно, так сказать, четеный, четный. Вот. А вот если у нас есть вариант такой, именно 2х, 2х плюс 1, то независимо, эквивалентны они или нет, мы, предполагая, что они неэквивалентны, от 2х идем вниз, то есть 0, 1 и так далее, 2х это один класс, а с 2х плюс 1 до бесконечности второй класс, вот вам и, значит, алгоритм разделения. Если 2х, 2х плюс 1 на самом деле разные, то у нас корректно мы их делим на две замкнутые относительно эквивалентности вычислимых множества. Да. И процедура, она, понятно, что, значит, эффективная и равномерная. Вот. Ну, вот я здесь вот об этом расскажу, да. Ну, они все вычислимые, отделимые, это очень просто проверяется, при этом вот это альфа, который вот чет-ничет склеивает, классы не более чем двухэлементные, причем склеиваются только тогда, когда, значит, вот уполовинивание, грубо говоря, принадлежит альфа, вот, а в противном случае классы одноэлементные. Ну, это будет всегда, значит, равномерно. А вот насчет это внизу альфа, помните, это значит одно множество альфа берем, это класс нетривиальный, единственный. Ну, в принципе, он может быть и тривиальным, конечно, если альфа, например, пустое. Вот. Ну, вообще говоря, значит, все, все, что не лежит в альфа, это, значит, образует одноэлементные классы эквивалентности. Такой, такой несимметричный, так как эквивалентность. Ну, вот эти эквивалентности, они на самом деле, значит, очень много. Вот у нас с Андреем Сергеевичем есть статья, она называется «Линейные порядки над, значит, негативными эквивалентностями». И вот именно вот благодаря таким эквивалентностям, вот такого типа, было понято, что если мы берем, значит, некие степени линейных порядков, ну, степени как, вот берем две эквивалентности, да, и если всякий линейный порядок, который определим над первым, определим над второй, то мы говорим, что второй больше, ну, так сказать, над первым находится. И потом факторизуем и так далее, и вот получаем степени представимости линейных порядков. И вот когда мы берем вот эти негативные, вот именно благодаря вот таким удалось показать, что в этих степенях, ну, что такое степень? Это, грубо говоря, классы эквивалентных эквивалентностей, извиняюсь за выражение, это автология. Когда две эквивалентности мы называем эквивалентными, когда над ними классы типа изоморфизма представления линейных порядков одинаковые. Вот. И, значит, оказалось, что вот существует типа омега-звездочкой, то есть двойственные типа порядка натурального числа, вот именно вот через такие эквивалентности мы это поняли. Вот. Теперь давайте посмотрим, вот эта альфа, когда будет равномерно? Сейчас я, потом мы это, сейчас мы это докажем, совершенно неожиданно удивительная связь появится. Вот, например, если дополнение иммунно, но не гипериммунно, то эта эквивалентность, это альфа, не может быть равномерной. Нет такого алгоритма. Вот. А если, например, альфа гиперпростой с ретарсируемым, ну, даже регрессивным дополнением, то эта альфа будет равномерно вычислимоделимой. Вот. Ну, значит, равномерность, это альфа-звездочкой, ну, вот помните, по, значит, по симметрической разности, эквивалентности, которую вот, там тоже тесно связана равномерность со свойствами альфа. Вот. В отличие вот от альфа-сверху, который всегда будет равномерной, вычислимоделимой, вот эти, это альфа-внизу, это альфа-звездочкой, там, значит, возникают нюансы, связанные с выборами вот этого альфа. А, извините, пожалуйста, а можно подчинить? Вот прям всегда, если омега-минус альфа иммунно, но не гипериммунно, то эта альфа не будет равномерной? Никогда она не будет равномерной, потому что это приведет нас к таким противостояниям. Ну, грубо говоря, тогда у нас есть алгоритм, который вот из этого иммунного множства позволит перечислять бесконечное, перечислимое. Ага, все, понятно. То есть это, 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 так сказать, железобетон, мы же математики, понимаете, да? То это альфа никогда не будет равномерной. А вот вот эти вот удивительные примеры, когда вот гиперпростое с регрессивным дополнением, с ретасируемым. Сейчас я вниз пойду, вы увидите, откуда ноги растут. Вот, я сам недавно удивился, вот эти, ну, ладно, дойдем, я дальше об этом буду. Так, напомним, что эквивалентность называется эффективно-бесконечный, если в нее можно эффективно вложить диагональ натурального ряда. Ну, грубо говоря, если мы, у нас есть процедура, которая может перечислять бесконечное множество попарно-неэквивалентных чисел. То есть, существует такая вычислимая функция, что для различных x, y ее значение функции различны по модулю это. Ну, если эквивалентность бесконечным числом смежных классов не является эффективно-бесконечной, то будем называть ее неэффективно-бесконечной. Вот так. Извините, пожалуйста, можно еще этот вопрос, вот, на прошлом слайде? Еще одну? Нет, нет, вот здесь как раз. Нет, нет, вот как раз здесь вопрос по это альфа с нижним индексом. А там критерии, интересно, есть какой-то или нет? Или хотя бы... Вот, кстати, это вопрос, да, для многих, ну, когда, значит, является равномерной тогда и только тогда, вот типа такого, конечно, это было бы замечательно, но тут все не так просто. Нет, нет, критерий такого нет. Есть некоторые изостаточные, есть некоторые необходимые, общего критерия нет. Ну, собственно говоря, в чем сложность вопроса, сейчас я вот дальше когда пойду, вы увидите, что это вопрос на самом деле упирается в серьезных людей, которые тоже вот примерно такими вещами, но совершенно на другом языке занимались. Вот, ну, сейчас мы это увидим, давайте. Нет, критерий нет. Вот получить критерий было бы замечательно, это было бы, это было бы супер замечательно, вот так. Понятно, спасибо. Вот, если, значит, давайте, вот полуперечислимость. Что такое полуперечислимость? Классическое понятие. Ну, тут я для удобства ввожу, это я сам ввожу понятие квазипроектирующей функции, да. Функции квазипроектирующие, если на любом наборе, если вот она определена, частичная функция, да, если значение определено, то оно обязательно равно одному из вот этих вот аргументов набора. То есть, если ПСИ от Х1ХН определено, то, значит, и, значит, обязательно, значит, значение функции ПСИ от Х1ХН равно одному из этих экситых. Ну, либо Х1Х2, ну, какому-то из них. Вот такие вот вещи. Интересно то, что, вот, казалось бы, бедный класс функций, но есть очень много даже простых, конгроинс простых алгебр, которые являются, вот, значит, чисто квазипроектирующими функциями, вычислимыми на натуральном ряде. Мы можем задать даже, значит, вот, конгроинс простые. То есть, все совсем завязано через вот эти вот хитрые сметения. Значит, классические определения. Определение, видимо, вводится, значит, Джокушем, работа, значит, ЭМС, Американского матовства, 68-го года. Представляете, да, это какая лета? 1968-го года. Ну, потом, вот, дальнейшие определения, они вводились чуть позже еще, 72-го, потом, в 93-м году была мощная работа, значит, Кумера, Стефана. Значит, множество полурекурсивно, если существует такая вычислимая квазипроектирующая функция от двух аргументов, что если, значит, вот, х или у попадает в это альфа, то значение тоже обязательно функции попадает в альфа. Ну, некий такой индикатор, что ли. Значит, полуперечислимым, если есть такая частичная вычислимая функция от двух аргументов, что если х или у попадает в альфа, то функция значения определено, и значение, значит, лежит в альфа, и, естественно, вот она является квазипроектирующей. Вот. И слабо полурекурсивным, если существует такая частичная функция, что если в точности одно из х и у принадлежит альфа, то есть х в альфа и у вне альфа, или, наоборот, х вне альфа и у альфа, то значение функции определено и, опять-таки, попадает вот в это альфа. Эти определения, они, значит, классические, они в связи с чем появлялись? В связи со сводимостями определенного вида, так называемые позитивные сводимости были. Вот в 68-м году вводил вот это понятие сам Джокуш и так далее, и так далее. Вот. Вот. Но через квазипроектирующие нетрудно заметить, что вот те определения верхние, которые были даны, значит, они эквивалентны следующим. Множество полуперечислимо, если есть такая частичная вычислимая квазипроектирующая функция от двух аргументов, что если, значит, вот х, хотя бы одно из х и у принадлежит альфа, то значение функции определено и лежит в альфа. И слабо полурекурсивным, если есть такая частичная функция, что если в точности одно принадлежит альфа, то, значит, значение функции определенное и лежит в альфа. Вот. Я хочу обратить внимание вот на вот эти вещи, что, значит, полурекурсивные множества, это на самом деле для полурекурсивного дополнения тоже будет полурекурсивным, просто вот эту функцию мы поменяем наоборот. Если f от x, y, например, y, то двойственно будет давать x, ну и наоборот. Вот. Насчет, как бы, коммутативности. Вот. И теперь полурекурсивные, это собственный подкласс полуперечислимых, а полуперечислимые, это собственный подкласс слабо полурекурсивных. Вот. Кстати, эти вещи появлялись не одновременно. Между ними десятки лет проходили появления вот этих вещей. Кстати, дегтет, ну, многие люди занимались. Вот в сибирской школе вот дегтет сильно занимался этими вещами и так далее. Александр Николаевич. И вот давайте дальше пойдем. К чему я все это ввожу-то? Давайте так. Назовем эквивалентность это сильно равномерно вычислимое делимое. Вот вводим новые понятия. Не просто равномерно вычислимое делимое, а сильно. Если существует частичная вычислимая функция на двух переменных, такая, что при различных x, y, значением вот этой функции является канонический индекс. Это замп тотал множества, отделяющего x, y. Канонический, то есть, значит, по крайней мере, одно из множеств должно быть конечным. Конечным, обязательно. Ну, то есть, гамма, это каноническая нумерация. Ну, берем любую дубовую нумерацию конечных множеств. Например, вот через степени двойки, скажем, да, и так далее. Вот. Фактически, по определению, всякая сильно равномерная, эквивалентность равномерна. Вот. Обратное неверно. Теперь, если эквивалентность имеет хотя бы два бесконечных смежных класса, два бесконечных, то вопрос о ее сильной равномерности лишен смысла абсолютно. Потому что, если берем один элемент из одного бесконечного, другой из другого, то как ее вот говорить о сильной вычислимой отделимости. Ведь в определение вкладывается уже понятие, что для любых двух разных хотя бы одно должно лежать в конечном. Ну, это, видите, я специально вот подхожу к эквивалентности типа вот это альфа внизу. Вот. Вот. Для эквивалентности с не более чем одним бесконечным классом вопрос об их равномерности корректен. Вот. Заметим, что для всякого альфа, вот эквивалентность зета альфа вверху, помните, мы там, где вот счет-нечет, не более чем двухэлементные классы, если принадлежит альфа, то вот тот, который четный, будет меньшим. Но она всегда будет сильно равномерно вычислимой отделимой. Ну, почему? Потому что, помните, мы алгоритм предлагали, если даже типа 2х, 2х плюс 1, то от 2х мы спускаемся вниз, все берем, а от 2х плюс 1 бесконечно идем вверх. Так вот, то, что вниз спускаемся, это и будет вот это самое, значит, вот это конечное множество. Теперь, вот такая, оказывается, неожиданная теорема. Обратите, полупитарка, полуприч. Значит, для произвольного альфа, одно что, следующие условия эквивалентные. Это альфа внизу сильно равномерно вычислимо отделима. Это альфа внизу равномерно вычислимо отделима. Дополнение альфа полуперечислимо. И вот видите, какие удивительные связи нашлись между полуперечислимыми множествами и равномерно вычислимо отделимыми для эквивалентности вида вот это альфа. Собственно говоря, полуперечислимость, ну, вот берем альфа, да, множество. Вот, если бы мы говорили бы, оставались в рамках понятия полурепульсивности, то и то, и другое было бы полурепульсивным. Это симметричное понятие. Для полуперечислимости это не так, но, тем не менее, вот дополнение полуперечислимости и сильно равномерно вычислимо, они оказались удивительным образом пересекающимися. Дело в том, что, ну, давайте дальше доказательства пойдем. Ну, наверное, я не буду очень подробно на доказательствах останавливаться, просто я общую идею буду накидывать, а так, в принципе, доказательства строго, корректные, обращаться к литературе никакой не надо, внимательно, если там чуть-чуть посидеть и подумать, то, значит, будет приятно, что все это правильно. Все доказательства в слайдах, более чем слайдов нам не нужно. Значит, мы через бета и икс икс обозначаем, значит, это альфа замкнутое множество, которое икс содержит, икс не содержит. Вот, зафиксируем а из альфа, вот альфа это у нас вот этот самый нетривиальный класс, а из альфа, и определим следующую вычислимую частичную функцию. Ну, из 1, 2, очевидно, из 2, 3 мы идем. То есть, из равномерно вычислимой отделимости мы переходим к полуперечислимости. Полуперечислимости. Вот, зафиксируем. И если а, значит, лежит вот в этом множестве, значит, в каком множестве? Бета икс или что такое? Бета икс икс это, значит, вычислимое множество, в котором одно из них содержит, другое не содержит. Вот, тогда мы говорим Пси от ху равно у. То есть, мы должны выскакивать вот из этого самого альфа. А если не принадлежит, то, значит, наоборот будет, значит, первый. Ну, почему? Ну, чтобы соблюсти корректность относительно эквивалентности, потому что, значит, функция должна работать корректно. Дальше. Ну, если бы хотя бы один член пары лежит в дополнении и, то, применяя алгоритм, поддерживающий равномерность, получаем, что, значит, функция тоже лежит вот в этом самом дополнении. Теперь 3.1. 3.1 это что такое? Ну, 3.1 или, грубо говоря, можно сказать, сразу 3.2. Из полуперечислимости, вот, равномерно вычислимая делимость, да? Из полуперечислимости. Ну, если у нас полуперечислимое множество, по определению у нас есть вот эта функция, наш инструмент, вычислимая частичная, которая подтверждает полуперечислимость. Помните, когда, значит, если лежит число, то обязательно функция определена и именно попадает вот в это самое множество в дополнение. Ну, а поскольку у нас речь идет об эквивалентности, значит, построим вычислимую частичную функцию от трех аргументов. Ну, аккуратно вы это посмотрите, тут все согласуется. Именно мы должны вот нормальное, согласованное, корректное множество строить. Мы не можем вот это альфа разрезать. То есть, если мы что-то к альфа добавляем, то, ну, получается, альфа целиком должно там содержаться. Вот. Мы строим вот эту функцию, которая реализует сильно равномерную отделимость. Ну, а сильно равномерная, она, значит, автоматически, еще это и равномерная отделимость. Таким образом, понятия, значит, полуперечислимости и понятия равномерно вычислимой отделимости. Ну, сильная, это я так, для красоты, так сказать, можно и без нее обойтись. Вот. Ну, тем не менее, сильная тоже. Сама по себе достаточно, мне кажется, такое нормальное понятие. Вот. Так вот, эти вот вещи. Работа Джокуша была написана в 68-м году. Вот этот вариант, то есть равномерно, то есть, что равномерно вычислимой отделимости вот этих, что, значит, нет, я же еще ничего не показал. Давайте дальше. Вот Джокуша что показывал? Джокуша показывал в свое время, что если омега минус альфа регрессивно, а альфа гиперпросто, то вот это самое омега минус альфа, оно будет являться, значит, полуперечислимым. Это было в 68-м году доказано. Совершенно неожиданным образом, через 68-м, да, через 25 лет из других соображений я вообще понятия не имел, что такая работа существует, есть такие методы и так далее. Вот. Значит, доказывалось так. Если омега минус альфа регрессивно, а альфа гиперпросто, ну вот Марс Маслевич задавал вопрос, какие условия, вот одно условие достаточно, то это альфа является сильно равномерно вычислимой отделимой. Но тут в чем идея? В том, что, значит, вот используя вот эту самую регрессивность, регрессивность, да, есть какая-то регрессивная функция у нас. Скажем, ПСИ. Мы, у нас, может быть, несколько вариантов, значит, мы пытаемся некую функцию вычислить, вот эту разделяющую функцию. Значит, если х принадлежит альфа, у принадлежит альфа, вот что мы делаем? Х принадлежит альфа, берем один вариант, у другой вариант. Теперь, если на каком-то шаге функция от х дает у, то регрессивное что? Мы же можем только сверху вниз спуститься от х к у, да? То есть мы предполагаем, грубо говоря, что х, значит, находится не там, где, что у предшествует х. Ну и нижнее, наоборот, х предшествует у. Так вот, какие-то случаи могут иметь место одновременно. Ну, если одновременно, выбираем тот, который подтвердится раньше. Кто первый взял, тот и съел, да? Вот, тогда получается, у нас вот эта функция, которую мы определяем, она будет тотальная, то есть она будет вычислимая, вот, и она будет, так сказать, вот давать нам то, что надо, и так, как надо. И вот к чему я все это говорю? А к тому, что вот это доказательство фактически, ну, не в таком же виде понятия-то другие, конечно, но, грубо говоря, вот оно, у Джокуша практически такое же доказательство. Точнее, нет, вот так. У меня такое же почти, как у Джокуша, но я-то не знал о доказательстве Джокуша. Вы понимаете, это я увидел буквально недавно, вот, договорил на летнем воркшопе, вот, когда вот пришлось какими-то вещами заниматься оттуда. Вот. И, тем не менее, вот это говорит о том, что математика, вот наша наука, она не просто вот эти, понимаете, как сказать. Вот, когда поэт пишет стихи, он, так сказать, вот не было бы поэта, не было бы этих стихов, да, математически, ну, не было бы этого математика, результат все равно был бы. Но, тем не менее, вот именно об этом идет речь, что вот музыка вот этой, вот этих сфер математических, она такова, что вот эти истины зашиты где-то там, неким идеальным образом, И вот вам подтверждение этого факта, что через 25 лет, занимаясь совершенно другими вещами, абсолютно другими, никак не касающимися вот этих результатов Джокуша, фактически одинаковое доказательство получилось, фактически одинаковое. Вот в этом случае для эквивалентности типа это арфа внизу. Ну и соответственно, как следствие идет, всякая регрессивная множество с гиперпростым дополнением является полурекурсивным, а значит и полуперечлимым. Ну почему следствие из теоремы 1? Вот из этой теоремы. Потому что это одно и то же. Раз это множество, раз она равномерно вычлимо-отделима, это эквивалентность, которую мы показали, значит гиперпростое с регрессивным дополнением, то соответственно вот это дополнение, оно будет и является полуперечлимым. Вот это следствие такое. Теперь. Ну вот я уже напоминал, опять повтор идет, эффективно-неэффективно-бесконечно-понятно. Предложение 2. То есть вверху тоже было, опять-таки повторяю, вот Марс Монстрович задавал этот вопрос. Если омега-минус альфа иммунно, но не гипериммунно, то эквивалентность альфа неравномерна. Ну очевидно, что эквивалентность неэффективна-бесконечно. Если мы допустим, что она является равномерно вычислимой-отделимой, равномерно вычислимой-отделимой, то мы строим некую функцию, и используя то, что вот эта функция, вот эти, они все должны быть, значит, корректны относительно эквивалентности. Вот разделяющая функция характеристическая, она же корректна. То есть множество, оно корректно, а вот функция является характеристической для этого самого множества. Вот. Мы, значит, строим это множество, и используя сильную таблицу, предполагая, что, значит, эквивалент, используя сильную таблицу, но поскольку не гипериммунно, у нас сильная таблица обязательно существует, то есть перечисли мы по каноническим индексам, какая-то семейство конечных множеств, попарно не пересекающихся, каждая из которых пересекается с дополнением, вот омега-минус альфа. Опять-таки мы фиксируем элемент из альфа, и используя вот эту корректность, мы то ли отбрасываем, то ли добавляем, понимаете, все это идет из корректности. Тут я долго говорить не буду, потому что тут надо просто позднее немножко порассуждать, иначе, значит, просто я, иначе я просто не уложусь в него, что. Ну, идея в чем просто заключается? Фиксируем саму идею просто. Значит, я через бета и х и у обозначаю вычислимое множество, значит, такое, которое характеристическое для которого, значит, значит, х принадлежит, бета и у не принадлежит, да? То есть одно принадлежит, другое не принадлежит. Это характеристически, значит, это множество, которое делит вот пополам какие-то вещи. Значит, если N берется из дополнения, ну, как это сказать, вот это множество, если N из дополнения берется, то множество таких Z, что A принадлежит вот этому BNZ, A же мы фиксируем откуда, из альфа, правильно? Поэтому, если принадлежит, то это вычислимое, перечислимое подножное, оно обязательно должно лежать в дополнении, иначе это было бы некорректно, и поэтому это множество конечностей, для любого N вот это множество будет конечно, вот, и почти все натуральные числа при отделении их от N попадают в одну из отделяющих нож вместе с A, то есть вместе с альфа на самом деле. Ну, и поэтому получаем вот два варианта, значит, ну, это надо аккуратно просто посмотреть, сейчас говорить об этом, что в принципе все здесь написано, значит, с одной стороны у нас получается существует такое, что для любого Z, значит, почти все они, почти все для любого Z, значит, A не будет принадлежать вот эти BNZ, BNZ, для всех Z, а с другой стороны, получается, значит, что для любого T обязательно найдется такое Z, что, значит, вот это A будет лежать, вот это Z будет подтверждать принадлежность A к BNZ, а это фиксированный элемент из этого альфа. Ну, вот таким образом, они лежат в дополнении тогда и только тогда, когда, значит, выполняется вот это условие. Существует для любого, для любого из дельты T. Ну, справа-то у нас перечисли мы, условие этого член-перечисли мы, поэтому получается, что есть, значит, вообще получается дополнение в член-перечисли мы, вот, а не то, что там есть перечисли мы подносим. Ну, вот, вот такое предложение. То есть это не будет. И отсюда, значит, опять следствие Джокуш, никакой иммунной, не гипериммунной нот, что не является полуперечисли мы. Ну, эта работа не в 68-м году доказана, она гораздо позже доказана. Вот, но тем не менее, вот, вот такие вот вещи. Теперь предложение 3. Вот пусть альфа M сводится к бета, да, и это бета равномерно вычислимо-отделимо. Ну, если это бета равномерно вычислимо-отделимо, вот эквивалентность, образованная вот этим умноженным бета, то обязательно это альфа тоже будет равномерно вычислимо-отделимо. То есть равномерно вычислимо-отделимо свойство, оно наследуемо вниз относительно сводимости. Ну, в каком смысле наследуемо? То есть, если бета к альфа, то эквивалентность, порожденная вот этим бета, один нейтреальный класс бета. Вот, значит, если она равномерна, то обязательно равномерна и нижняя. Ну, на самом деле очень просто, если есть сводящие функции, то и, допустим, верхняя, да, верхняя будет равномерно вычислимо-отделимо. Просто мы снизу для двух, предполагая, что разные, выходим наверх, там равномерно делим на две вычислимые части и возвращаемся вниз, берем прообраз, вот и все. То есть тут, на самом деле, фактически элементарный факт, можно сказать. Извините, пожалуйста, а можно уточнить? Вот m сводимости на эквивалентности, это просто m сводимость на парах, да? Конечно, обычная сводимость. То есть существует вычислимая функция, которую альфа, значит, переводит в бета, а дополнение альфа переводит в дополнение бета. Обычная m сводимость, классическая m сводимость. Ну, понятно, просто там еще с c сводимостью очень тоже легко спутать, вот, которые, вычислимые сводимость на эквивалентности. А, понял, понял. Не, ну, m сводимость, она же, когда я пишу m сводимость, я имею в виду, что, ну, считается, ну, по крайней мере, мне так кажется, что это самая популярная, одна из самых популярных сводимости, когда студенты начинают изучать сводимость, ну, мы сразу даем 1 сводимость, 7 сводимость, как самые такие, самые начальные вот эти, для ознакомления вот эти вещи. Главное на парах, спасибо. Вот, ну, и поэтому, получается, значит, свойства равномерного вычислимой отделимости, ну, понятно, да, какая связь. Если а в свойствах бета, это, это б, это бета, то есть, эквивалентность образована вот этим классом бета, нетривиарным, единственным. Если она равномерна, равномерна, но она вычислимой отделимости, конечно, то, значит, будет и, и нижняя тоже будет таковой же. Вот. Ну, и теперь, значит, дальше. Ну, я уже сказал такое предложение, то есть, в принципе, на пальцах я даже рассказал, что это, ну, вот такое следствие, допустим. Если альфа креативна, то эквивалентность альфы не является равномерно вычислимой отделимой. Никогда этого быть не может. Почему? Потому что, если, ну, берем любое простое, например, у нас же есть какие-то, скажем, простые, негиперпростое, то есть, оно неравномерно, мы показывали, да, а креативное, то есть, оно, так сказать, в силу полноты к нему все сводится, да. Вот берем, значит, вот это бета сводится к альфа, если бы альфа было бы равномерным, то что получалось бы? Получалось бы, это альфа точнее, это альфа, то это бета тоже было бы равномерной. А мы знаем, что, значит, показали, что это бета равномерно не является. Вот, то есть, мы таким образом показываем, уже начинаем показывать классы какие-то вот, опять-таки, вот вопрос, который задавал, значит, Марс Масурович, критерий. Вот, начинаем говорить, вот такие-то, вот такие-то неравномерные, например, да. В частности, если вот очень высоко расположено в структуре М-сепеней, то, значит, тут равномерность не получается, потому что, если бы она была равномерной, то все, что под ней было бы, значит, неравномерным. Если бы вот альфа равномерно, то все, что под ней равномерно. А на самом деле у нас под ней есть неравномерные. И так далее, и так далее. То есть, уже начинается некая градация. Но тут железобетонные связи идут, опять-таки, вот, как ни странно, на другом языке, конечно, с других позиций, рассуждая совсем для других вещей, все это создавалось. Ну вот, Джокуш, ну дальше увидим еще Кумар, Стефан они будут, и так далее. Вот у меня, в принципе, эти работы я даже вот на столе выложил, если есть желание, могу и показать даже. Так, давай теперь перейдем к Кумеру Стефану. Работа, значит, переходим с 68-го на 25 лет позже, 93-й год. Это примерно то время, как раз, когда я вот создавал вот эту самую теорию, начинался вот в очной базе алгебры, и вот как раз вот эти вот равномерность появлялась и так далее. И вот примерно в это же время. Но тоже 25 лет прошло после работы, значит, Джокуша, 68-й. То есть, 93-го года работа, сейчас, как она называлась-то? Она называется Полу-рекурс, Сэмэрикансов Сэцент, Позитив Редюсс... Не-не, это не, это работа, это Джокуша. Так, ну, это работа... Сейчас я скажу, сейчас, секунду. Так, я ее сейчас вытащу. Можно дальше показать ее? Так, так, так. Слушайте, я не знаю, смысл... Есть желание посмотреть, да, на работу? Если нет, то дальше пойдем. Что, я не знаю, смысл вообще есть, нет в этом смысла. Так, вот, то есть, вот последнее. Так, а что, у вас второй? Так, первая. Так, так, вот Коннор, Коннор, Коннор. Так, Джокуш, вот Джокуш есть. Давай, наказывается, былом. Значит, weekly summer class of sets and recourse of enumbrary... Ну, раньше рекурсивно перечислимый назвал, recourse of enumbrary orderings. Значит, слабо полуперечислимое множество и рекурсивно перечислимые порядки. Давайте я вам покажу сейчас. Так, лекции я... Перейдем, перейдем сюда. Сейчас, 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 сейчас. Так. Сейчас, секунду. Так. Где же я вот... А, вот где-то я вас вызываю сейчас, да? Так, 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 так. Камера. Так, ну, давайте, что-то у меня здесь вот немножко технически. Ладно, давайте, не буду я сейчас заморачиваться. Время на это тратить. Давайте более серьезно чем-то займемся. Так. В конце концов, я сам расскажу, о чем-то. Ну, значит, это речь пойдет о слабо перечислимах. Помните, я говорил, что, значит, есть полурекурсивные. Кстати, полурекурсивность, обратите внимание, вот, если вы посмотрите, посмотрите, она совершенно далека вообще от понятия вычислимой перечислимости и так далее, и так далее. Потом расширение полуперечислимости и вот расширение слабо полурекурсивной. Значит, пусть есть частичный порядок, значит, подножество называется начальным сегментом, начальным сегментом. Если все вот из этого, так сказать, начального сегмента, который мы называем любой элемент, меньше любого элемента из, вот, так сказать, из дополнения. Понятно, да? То есть, они все сравнимы, и все, что лежит в L0, меньше всего, что лежит в L без L0. Теперь, частичный порядок на множестве натуральных чисел. То есть, основной носитель у нас будет, значит, множество натуральных чисел. Такой частичный порядок на множестве натуральных чисел называется вычислимо-перечислимым. Если таковым является множество просто тех пар, таких xy, что x, значит, меньше или равно, в смысле, вот, омега, y. Ну, омега внизу, вот, я показываю, в отличие от, вот, верхнего L-верху, что это именно, вот, относится к носителю какому. То есть, на множестве и омега мы определяем омега. Значит, вот это множество является просто вычислимым-перечислимым. Ну, это классическое определение и так далее. Так, значит, мы будем пользоваться следующей характеризацией полуперечислимых множеств. Вот Кумер и Стефан показали, что множество альфа-полуперечислимых, если и только если, оно является линейно упорядоченным начальным сегментом некоторого вычислимого-перечислимого частичного порядка. То есть, не просто начальным сегментом, а линейно упорядоченным начальным сегментом. То есть, вот, то, что находится вне начального сегмента, там совершенно, может быть, как угодно порядок устроен частичный. ни о какой линейности речь вообще говоря не идет, но вот этот начальный сегмент, то есть есть некое линейное упорядоченное множество, грубо говоря за которым находится частично какой-то порядок, вот так так, кстати я хотел заметить, что в дальнейшем нам это понадобится что пересечение двух вычислимо-отделимых эквивалентностей является вычислимо-отделимым вот такое упражнение ну давайте подумаем, почему вот берем вот есть две вычислимо-отделимые эквивалентности, да, берем пересечение что значит элементы x и y различны в пересечении, если они разные в пересечении, значит хотя бы в одной из эквивалентностей они разные, потому что если бы обои были одинаковые, то в пересечении они тоже были бы одинаковые ну скажем, скажем в первые разные, да, в первые разные вот эти элементы теперь давайте посмотрим есть две эквивалентности 1 значит одна снизу другая сверху другая сверху большой так вот множество замкнуты относительно большой эквивалентностью любое она замкнуты относительно нижней эквивалентности то есть той который под ней находится но почему потому что берем любое множку альфа скажем да и пусть ему принадлежит x и если y эквивалентно смысле маленькой эквивалентности то маленькой железе небольшую значит она будет и в большое лежать относительно большой у нас множество замкнуты и поэтому значит это множество будет замкнуты относительно нижней то есть свойство это свойство быть замкнутым относительно эквивалентности она наследуемо вниз то есть если относительно эквивалентности замкнуты множество то есть корректно, то для любых, которые под ней находятся, тоже будет замкнуто. Поэтому в пересечении, если берем любые два элемента, если они разные, то хотя бы в одной они будут разные. Берем то множество вычислимо, которое их отделяет в той верхней, тогда относительно пересечения, вот это самое множество, оно будет замкнуто и будет отделять эти множества. То есть пересечение двух вычислимо-отделимых эквивалентностей является вычислимо-отделимым. Ну, в принципе, факт несложный. Просто надо немножко так некую привычку иметь рассуждение в этом языке. Давайте теперь смотреть. Вот у нас мы с Морозом ставили вопрос совершенно из другой области. Он касался чего? Вот мы рассматриваем, значит, не совсем из другой, вот именно отделимые конгруэнции нумерованных алгебр среди отделимых, вот важнейшую роль играет, мы видели, идем тихонечко вниз, сужаем класс, вычислимые отделимые, еще сужаем, сужаем класс, равномерно вычислимые, отделимые, ну и так далее. Среди эффективно отделимые, так называемые, есть эффективно отделимые, это они лежат в ПИ-02 собственным образом и содержат в себе позитивные и негативные. Вот эти эффективные отделимые, это важнейший, важнейший класс. Ну, о нем как-нибудь на семинаре я буду рассказывать, это к сегодняшней семьями не имеют отношения. Вот, но, но, дело в том, что, вот мы смотрели, вот, почти все структуры, вот, для позитивных, да, конгруэнций, они всегда будут являться решетками, а вот для негативных, для отделимых, вычислимых отделимых, они все будут являться, значит, нижними полурешетками, но верхними не являются. И был вопрос, а вот для равномерных будет ли являться нижней полурешеткой, вот, то есть множество равномерных. В верхней оно не будет являться, это довольно просто показ, а вот будет ли являться нижней. И вот вам такая вот теорема-2, а это удивительное свойство какой-то непослушности, с одной стороны оно кажется некрасивым, а с другой стороны может быть в этом и есть истина, что некоторые вещи, которые нам кажутся навскидку, ох, это же вот вроде бы почти очевидно, оказывается совершенно не так, это не, очевидность бывает обманчивой. Вот мне всегда казалось, я даже раньше вопрос не задавал, вот пересечение двух равномерно вычислимых эквивалент, все будет ли равномерный, мне казалось, это само собой, ну, как-то вот было много других вопросов, масса дел и так далее, даже вопрос как-то не ставил, видите, а вот неправильно, надо было подумать об этом. Оказывается, существует две равномерно вычислимо-отделимые эквивалентности, пересечения которых значит равномерно не являются. Ну, упражнение сверху показывает, что пересечение всегда вычислимо-отделимо-отделимо, а вот для двух равномерных, оказывается, пересечение может быть и неравномерным, хотя он всегда вычислимо-отделимо. То есть вопрос такой достаточно тонкий получился, довольно деликатный вопрос. Вот. Ну, идеология доказательства какая? Я опять-таки полностью не буду на этом доказательстве заморачиваться, я, так сказать, основные идеи просто приведу вам. Вот, значит, берем пусть афогиперпростое с регрессивным наполнением, да? Тогда по предложению вот вверху, предложение вы показывали, эквивалентность будет равномерного вычислимо-отделимой. Вот берем вот этот равномерный вычислимо-отделимый, и теперь, используя метод Фридберга, ну, в Рожерсе он есть, значит, эффективно разложим альфа на две не пересекающиеся вычислимо, на два не пересекающихся вычислимо-перечислимых, не вычислимых множеств, альфа-ноль и альфа-1, обвинение которых есть альфа. Вот. И рассматриваем такие в эквивалентности. Эквивалентность какую? Берем омега-альфа, то есть, вот берем вот это разложение, убираем альфа-1, то есть, остается альфа-0 и там альфа-0, и вот все, что их дополнение альфа, да, берем вот это множество, как один класс склеиваем. Вот. Ну, эта эквивалентность будет негативна, так как альфа-1 ведь вычислимо-перечислимо, правильно? Поэтому эта эквивалентность будет негативна. Вот. Теперь возьмем пересечение этих эквивалентств, которые вот будет равно, да, и вторую эквивалентность берем, значит, так, значит, первая эквивалентность вот эта, так, а вторая будет вот эта. Теперь возьмем пересечение. Это альфа берем, вот само альфа. Ну, видно, да, как мы строим? Значит, это альфа, это что такое? Берем альфа, это один класс, нетривиальный, а все дополнение, это точки. А это омега минус альфа-1, что такое? Это берем, значит, внутри альфа, значит, мы выделяем альфа-0 и, значит, выкидываем альфа-1, а из дополнения к этому альфа-0 добавляем, приклеиваем, а все остальное точки. И вот теперь берем пересечение двух эквивалентностей, которые как раз-таки и будут являться эквивалентностью вот альфа-0 у нас то, что склеивается, а все остальное, так сказать, уходит, значит, дополнение точки. И вот мы показываем, что вот это самое, это альфа-0 будет неравномерной эквивалентностью. Ну, как это будет показываться? Ну, давайте, у конструкции Фритберга, во-первых, я просто, может быть, это будет многим полезно, что иногда не обращают внимания, очень-очень полезное свойство. Ну, значит, первое, это практически сразу бросается в глаза, тут ничего такого нет. Значит, когда делим вот это Фритбергом любое вычислимое-перечислимое на две вычислимые-перечислимые части невычислимые, то они вычислимые неотделимы. Это, ну, это прямо из конструкции следует. А вот второе, то, что если давайте берем, берем любое вычислимое-перечислимое расширение, ну, например, первого, да, ну, или второго, скажем, да, вычислим-перечислимое расширение. Вот первое, расширяем первое, первый член разбиения, не пересекающийся со вторым, тогда вот эта разница между его расширением и расширяемым множеством, расширяемым множеством, значит, всегда будет, оно будет являться вычислимо-перечислимым. Поэтому вот мы выбираем именно в качестве альфа простое множество. И поэтому, если простое множество мы на две части его делим, вместо Фринберга, скажем, альфа 0, альфа 1, вот это развеяние простого, так когда мы альфа 0 любым множеством расширяем, так чтобы расширение было перечислимым, но не пересекалось вот с этим альфа 1, то разница между этим расширением и альфа 0 она всегда будет перечислимым. Поэтому если альфа простое, то разница берется без иммунного, она всегда будет конечной. Все эти расширения будут конечными. Вот это будет такой, так сказать, важнейший момент. А теперь далее мы переходим да, вот значит мы строим вот это равномерно вычислимо делимую эквивалентность. Тогда вот по теореме 1 разница будет полуперечислимой. Вот тут уже мы начинаем привлекать эту полуперечислимость. То есть видите, активно начинают работать вот эти идеи Джокуша, Куммера, Стефана. Вот полуперечислимость в силу характеризации полуперечислимых множеств. Значит, мы можем это красиво начальный сегмент такое оформить. Значит, начальный сегментик. Значит, альфа 0 ну и за ним, так сказать, вот это альфа 1. Вот. И получаем, что вот на множестве без альфа 0, альфа 0 выкинули, у нас остается омега. То есть альфа 1 у нас остается альфа 1 и их общее дополнение, вот этого альфа. Вот на этом множестве вот альфа 1 у нас будет, значит, значит, так, начальным сегментом у нас тут будет являться вот именно, значит, да, мы альфа 0 выкидываем, у нас остается, значит, альфа 1 и вот это общее дополнение, то есть омега минус альфа. И в этом омега минус альфа идея в чем заключается, что мы будем говорить, что любое число покрывается числом из альфа 1, если х меньше равно х. Вот любое число из дополнения вот этого альфа, оно, которое покрывается, ну, то есть, если берем числа из альфа 1, которые больше, это множество конечно, потому что оно является расширением, собственно, не перетекающим с альфа 0. Вот. Ну, вот я об этом сразу и говорю. Значит, оно будет, конечно, вот, а множество у нас на самом деле вот это бесконечное, ну, что невозможно. Таким образом, практически почти все элементы, они являются верхними гранями для множества альфа 1. То есть почти все элементы, вот из омега минус альфа, они находятся, значит, верхними гранями, значит, омега 1. Значит, упорядочение начального сегмента сегмента какого? Берем вот это альфа 1, то есть альфа 0 мы кидываем, и дополнение омега минус альфа. Вот это будет начальный сегмент. Его упорядочение имеет вид, значит, ну, сначала идет альфа 1, а потом, значит, вот этот сегмент за высочетом конечного числа элементов, которые, значит, могут покрываться элементами из альфа. То есть, есть элементы из альфа 0, который значит больше них ну поэтому можно считать что числом из омега минус альфа которые являются больше чем альфа-1 вообще можно считать таких нет ну и поэтому вот этот порядок грубо говоря и за да не грубо говоря он будет изоморфен орденалу значит он как натуральные числа на самом деле нам достаточно существования хотя бы одного числа из омега минус альфа которая не покрывается никаким числом из омега минус альфа-1 то есть для которого нет ни одного числа из омега если минус альфа-1 вычим что получаем это будет либо из дополнения либо альфа-0 ну выбираем наименьшее число и смотрим пусть это будет какое число м скажем смотрим те которые меньше по порядку и смотрим те которые больше по порядку не равны вот ну отсюда получается что альфа-0 альфа-1 вычислим и отделимы это противоречит свойству свойству b по-моему свойство b или свойства там нет свойства а на самом деле они вышли меня извините здесь описка который противоречит значит свойству а конструкции фейнберга то есть они не могут быть вычислим и отделимыми ну и следовательно вот это не является полуперечислимом ну а раз омега минус альфа-0 то есть что такое омега минус альфа-0 то есть смотрите грубо говоря простое множие мы взяли альфа разбили на две части одно обозвали альфа-0 теперь берем омега минус альфа 0 что такое омега минус альфа-0 значит у нас получают омега минус альфа-0 это то есть дополнение вот этих множителей еще альфа-1 да вот это множество нас оно и интересует теперь если мы его склеим как одно единственное как вот это альфа-0 если возьмем, то есть его дополнение, омега минус альфа 0, оно не является полуперечислимым. А по теореме 1, получается, раз оно не является полуперечислимым, то и вот эта эквивалентность не является равномерной. А ведь это как раз вот это пересечение, которое нас интересует, оно и является. То есть пересечением двух равномерно вычислимоделемых эквивалентностей. И вот с помощью вот этих значит, накруток значит, Кумера, Стефана, работа которых была рождена благодаря вот работе Джокуша. Вот, оказывается, вот такие вещи можно довольно полезно применять. Вот такие вот вещи оказалось. Вот вам с этим, на этом мы с полуперечислимостью заканчиваем. Идем теперь дальше. Да, да. Еще не заканчиваем. Да, да. А вот доказательство Кумера и Стефана, оно сложное или нет? Да нет, нет. Знаете, оно полстранички. Черт, давайте подождите. Я все-таки хочу показать, вот как выйти это вот в собрании в канале. Да нет, может пока не стоит. Сейчас, я подожду. Одну секунду, сейчас еще. Во-во-во-во-во. Так, где это было тут? Сейчас, 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 давайте я вам пришлю Кумера, и Кумера это я прямо сейчас вам по Телеграму вышлю, и потом вы этот, у кого будет интерес, вы разошлет. Несколько статей есть. А я просто загружу среди файлов, там же где лекции лежат, и все. Да. Нет, нет. Сейчас, сейчас, подождите, сейчас. Не, ну от того, что я сейчас покажу, что толку, надо просто взять в руки и посмотреть, мне кажется. Нет, я говорю, вы мне по Телеграму когда вышли, я потом туда загружу этот, среди файлов, и все. Так мне кажется. Да, 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 я вам и Кумера с этим, и Стефаном, и Джокушу работу вышлю, ну, такие основополагающие. Там у них много работ, но я вышлю главные вот эти парочку. Угу, хорошо, спасибо. Так, так, ну и почти заканчивается полуперечислимность. Кстати, по времени-то мне надо поджимать уже. Вот. Ну, ладно, это замечание обязательно, что любое вычислим, перечислим и множество, как это повлияет. Ну, это, это уже ихние вещи, так. Ладно, тут я не буду заморачиваться. Кому интересно, посчитайте замечание. Так, ну, хотя замечание, оно ведь не просто так появилось. Ну, замечание, оно дает классификацию между вот этими понятиями слабой полуперечислим и, значит, это, это очень широкое понятие, оно включает в себя, значит, полуперечислим и, вот, и, значит, с равномерно вычислим и отделимой вот некие связи. Так, значит, ну и, как я уже говорил вам, видите, вот, вот следствие такое, что существует нумерованная алгебра, значит, множество равномерно вычислим и отделимых конгрессий, которые не являются ни нижней, ни верхней полурешеткой. Так, ну, ну, то, что нижней мы показали, да? Ну, например, берем просто пустая сигнатура, натуральные числа и берем множество равномерно вычислим и отделимых конгрессий. Ну, просто эквивалентности в данном случае будет. Вот. То, что нижней не является, мы показали, то есть показали, что есть две равномерно вычислим и отделимые эквивалентности, пересечения которых, которые автоматически, конечно, вычислим и отделимы равномерным, не являются равномерными. Вот. Но, с другой стороны, вот, известно, значит, любая позитивная эквивалентность с бесконечными смежными классами, любая, она является точной верхней гранью двух разрешимых, ну то есть вычислимых эквивалентств. Это значит результат Андрея Сергеевича Морозова не опубликован. Ну разрешимых значит автоматически равномерно вычислимых. То есть берем любую вычислимых, отделимую, не являющуюся позитивную эквивалентность, да, бесконечными классами. Она является точной верхней гранью двух равномерно вычислимых отделимых, а сама таковой, конечно же, она вообще не является вычислимой отделимой. Вот, и значит, поэтому множество равномерно вычислимых отделимых эквивалентностей, оно не замкнуто относительно взятия точной верхней грани. То есть оно не является и верхней полурешеткой. Вот, но тем не менее, понимаете, вот эти вот позитивные эквивалентности, они лежат в классе эффективно отделимых. Помните, я говорил, эффективно отделимым, но эффективно отделимым это по Юршову, что давайте напомним, что такое отделимые, да, эквиваленты. Отделимые, это значит для любых двух, если элементы лежат в разных классах, то есть перечислимая окрестность одного из них, которая не содержит второй. Перечислимые, конечно, корректно относительно эквивалентности. То есть есть множество замкнутых относительно вот этой эквивалентности. Вот, значит, теперь отделимых эквивалентностей, вообще говоря, я говорил тогда, отделимые содержат вычислимые отделимые, вычислимые отделимые содержат равномерные вычислимые отделимые, а даже равномерные вычислимые отделимые в любой M степени содержатся равномерные вычислимые отделимые. Но эффективно отделимые, что означает? Это означает, что для любых двух вот это самое семейство отделяющих можно выбрать, значит, эффективно. То есть, есть вычислимая нумерация семейства, такого семейства, которое является отделяющим. То есть, имеем алгоритм, имеем номер, имеем алгоритм перечисления множества. Есть такая нумерация. То есть, фактически, имея номер, мы имеем код, имеем программу перечисления вот этого вычислима перечислимого множества. И вот если есть вычислимое такое семейство, он называется эффективно отделимый. Эти эффективные отделимые, они лежат в классе P02 собственным образом, но правда они в дельта-02 не лежат и наоборот, разница между ними дельта-02 и дельта-02 ими, она не представляет. Вот это эффективные отделимые, задать точно в классе, значит, вот в иерархии Клини-Мостовского, скажем, ну, в архипетической иерархии, то это невозможно. Ну, есть, вот, значит, они даны как-то вот в работе Ершова, значит, теория нумерации эффективно отделимые, потом как-то благополучно все это вот подзабылось, вот, а с точки зрения нумерованных алгебр, это оказалось колоссально имеет это значение. Ну, помните, я вот, а, я потом еще будем доказывать эту теорему со временем, что, значит, нумерованная алгебра отделима, отделима, если и только если она опроксимируется эффективно отделимой. В данном случае вот эти эффективно отделимые, они как играют роль негативных для теоремы о негативно опроксимируемости. Помните, значит, нумерованная алгебра вычислима-отделима тогда и только тогда, когда она аппроксимируется негативными. Ну и аналогия тут такая, что нумерованная алгебра отделима, если и только если она аппроксимируется эффективно отделимыми. Ну, поскольку, да, значит, Морозов этот вопрос решил, значит, любая, то есть есть равномерно вычислима-отделима, для которой, значит, верхняя грань таковой не является, но все-таки был вопрос, они же лежат, они все эффективно отделимы, вот эти все вещи, они такого рода эквивалентны. То есть, был вопрос, а можно ли, так сказать, усилить вот этот результат и построить пример двух вычислима-отделимых, для которых точная верхняя грань не является эффективно отделимой. Вот наиболее сильный вариант ответа на этот вопрос заключается в следующем. Значит, множество равномерно вычислима-отделимых эквивалентностей не заданутого множества отделимых эквивалентностей даже, относительно опираться точную точку. То есть, существуют две такие равномерные, для которых точная верхняя грань вообще не является отделимой. Вообще отделимой. Не то, что эффективно, вообще отделимой. Вот. Ну, известно, опять-таки, работа, вот, видите, вот классиком, как полезно обращаться, работа, так сказать, это именно работа Джокуша, 68-го года. Значит, такие полурекурсивные, известно, что существуют такие полурекурсивные альфа, что, ну, и альфа, и дополнения, они не являются вычислимоперечислимыми. Фиксируем такое множество, тогда альфа автоматически полуперечислима. По теореме, один эквивалентность вот этого омега минус альфа равномерно вычислима-отделимых. Аналогично, эта альфа тоже равномерная, правильно? То есть, получается, мы натуральный ряд на две части делим альфа и омега минус альфа, берем альфа класс, остальные точки, берем альфа минус альфа один класс, остальные точки. В верхней грань что будет? В верхней грань будет как раз вот этот альфа квадрат объединенный с омега минус альфа квадрат. Ни альфа, ни омега минус альфа не являются вычислимоперечислимыми, поэтому это, так сказать, две точки, которые друг от друга не отделены, ни первая от второго, ни вторая от первой. Здесь открытое множество, какие будут вот здесь? Здесь будет только пустое и само множество. Поэтому вот эта верхняя грань не является отделимой. Ну, соответственно, следствие, что существует две равномерно вычислимые отделимые, эквивалентности, точная верхняя грань которых не является эффективно отделимой. Ну, пока мы говорили вот о понятиях, значит, ну, примеры, ладно. В общем, если вы хотите потом почитаете, у нас время поджимает. Так, значит, пока мы говорили чисто вот более математически, с точки зрения теории вычислимости, давайте теперь немножко с точки зрения компьютер-сайенс поговорим. Значит, Берс и Такер показали, что всякая вычислимая структура, конечно, порожденная алгебра, имеет обогащение, обладающее эквациональной спецификацией. Что такое эквациональная спецификация? Берем конечное число тождеств. И вот многообразие, определяемое этими тождествами, есть свободная система. Она будет всегда. Да даже если квази-тождеств выбрать, тоже будет. И вот эта свободная система, она в принципе по определению, как бы, так сказать, она позитивная. Вот, ну, для всякой конструктивной, они показали, всегда есть, значит, можно взять обогащение, которое является, значит, инициальной системой подходящего, конечно, базируемого многообразия. Ну, можно брать очень простые примеры. Вот, ну, сами посмотрите, такого рода, что, значит, они, ну, вот в программе, допустим, просматриваемый стек. Стек имеет такую эквациональную спецификацию. То есть, некое понятие описывается, как вот на языке тождеств. А вот просматриваемый стек, оказывается, уже не таков. Ну, разводим пример, допустим, 0SF, да, где S функция прибавления единицы, F функция взятия квадрата. Уже эта функция, оказывается, она, уже вот эта алгебра, 0SF, она конечным числом тождеств не задается. Какое бы конечное число тождеств мы не взяли вот в этой сигнатуре, и, значит, инициальная система всегда будет, но она не будет, будет не изоморфна, вот эта А. Вот. Добавим операцию двоечку, добавим операцию, значит, сложения, да, это удвоение, а сложение, и тогда вот эти шесть тождеств уже определяют четкое, значит, обогащение, объединение которой изоморфно А. Так вот, оказывается, оказывается, вот, значит, ну, это тоже понятно, что в теоретической информатике, вот, для любого конечного множества тождеств, инициальная алгебра строится единообразным эффективным способом, не креативно-механическим. То есть, два слова, если равны, рано или поздно мы в этом убедимся, вот. А также если алгебра может быть разрешимой, но вот из тождеств вы алгоритм разрешения не вытащите, нет эффективного способа перехода, вот. Ну, что соответствует невозможности перехода, равномерно эффективного перехода, от перечислимых индексов к характеристическим. Поэтому этот метод эквационального специфицирования, он довольно универсален. Вот теперь, значит, добавление новых операций можно только сузить класс представлений, но не расширить. Это поставило принципиальную проблему. Всякая или конечно порожденная позитивно представимая алгебра имеет обогащение, которое есть инициальная алгебра некоторого, конечно, базированного многообразия. Вот, ну, долго пытались решать, долго, достаточно долго. Как долго? Я сейчас скажу, где-то с 80-го по... Сейчас скажу точно. Ну, лет. Так, работаю. Ну, примерно 10 лет, да, пытались решать. Ну, работа была решена, значит, в 87-м году. Как раз вот это и был основной результат моей кандидатской работы. Я построил контр-пример. Поскольку не получалось, думали, есть контр-пример. А контр-пример как строить? Значит, всякая или конечно порожденная позитивно представимая алгебра имеет обогащение, которое есть инициальная алгебра некоторого, конечно, базированного многообразия. Так вот, отрицательное решение, то есть нахождение контр-примера, предполагало, во-первых, найти такие свойства, которые, с одной стороны, мешают им быть инициальными в конечном базированном многообразии, в своей сигнатуре. А с другой стороны, эти свойства должны быть инвариантами относительно любых их, значит, позитивно представимых обогащений. Вот здесь слово обогащение, да, это существенно. Не просто инвариант. Понимаете? Ну, вопрос казался очень-очень сложным, но это только казалось вначале. Вот, давайте так. Теперь, значит, стандартная нумерация, конечно порожденные, фенитно-аппроксимируемая алгебра является вычислимой, отделимой. Ну, когда мы говорим о стандартной нумерации, мы берем наименьшую нумерацию в классе всех эквивалентных, которые к любой сводятся. Такие для конечно порожденных всегда есть стандартные. Просто берем алгебру, грубо говоря, термов, берем любую ее, какую-возь, так сказать, ну, более-менее такую нормальную нумерацию, классы эквивалентных термов, то есть сначала абсолютно свободную туда отображаем, потом геодоргическую нумерацию, вот композиция дает нам стандартную нумерацию. Она сводится к любой. Значит, теперь неэффективно-бесконечно. Неэффективно-бесконечно-конечно порожденная алгебра отделима, если и только если она фенитно-аппроксимирует. Ну, в двух словах я на предыдущих лекциях об этом говорил, что вот если алгебра не конечно порожденная, у нее есть вот наименьшая нумерация. Когда мы говорим просто об алгебре, мы имеем в виду вот эту самую наименьшую нумерацию. Если она неэффективно-бесконечно, то вот эта наименьшая нумерация, она какая? У нее обязательно трансверсар характеристический, у нее иммунна, иначе она была бы эффективно-бесконечно. А раз иммунна, и она иммунна, и апроксимируются негативными, то вот всякая апроксимирующая алгебра, берем любые два элемента, в негативные они различаются. А вот это негативное, что? Это склейка же классов. И вот фактор алгебры трансверсар характеристический. Она чем? Она будет под множеством характеристической трансверсарии и исходной алгебры. А поскольку исходная иммунна, а под множество иммунной, оно каким будет? Ну, причем раз негативно, то перечислимо должно быть, правильно? То есть вычислимо-перечислимо под множество иммунного множества. Хотим-не хотим, должно быть конечным. Поэтому это алгия, они все будут фенитно-аппроксимируемы. Теперь, существует конечно-порожденная алгебра, стандартная нумерация которой, вычислимо-отделимо, неэффективно-бесконечно. И позитивно к тому же. Ну, достаточно просто. Я дальше примерчики покажу один-другой. Теперь, ну, соответственно следствие. Существует конечно-порожденная позитивная алгебра, у которой всякое позитивно представимое обогащение является фенитно-аппроксимируемым. Ну, если конечно-порожденная, берем стандартную нумерацию, какая бы ни была стандартной нумерации, какое бы обогащение мы не взяли, все равно дальше от этой нумерации далеко мы не уйдем. И вот в этой нумерации у нас все равно, получается, она неэффективна бесконечно, она вычислима, отделима, от этого тоже мы никуда не уйдем. И получается, она будет являться, значит, финитоапроксимируемой. Любое обогащение. И если у нас вот это обогащение было бы, значит, тождествами задавалось бы, тождеств тут у нас устойчиво относительно к тождествам, правильно? Относительно к тождествам устойчиво. То у нас получалось бы, с одной стороны, она позитивна, а с другой стороны, если что-то там разное есть, все эти конечные модели, конечные системы тождеств, именно конечные, если бесконечный номер не проходит, именно конечные системы тоже. Мы потихонечку выписываем, если что-то там, значит, различно, то есть элементы разные, всего финитоапроксимируемости, мы рано или поздно это подтверждаем. То есть получается у нас система разрешима, исходная алгебра, что является, конечно, невозможным. Потому что, почему невозможно, потому что у конструктивной алгебры есть такие обогащения, вычислимые, которые вообще и нефинитно аппроксимированы, и вообще все что угодно там можно сделать. И поэтому, ну, тут речь идет о тождествах, это мы уже поняли, конечно, в какой-то пример, да. Ну, здесь я простой один пример показываю, достаточно естественный способ, потом на досуге посмотрите. Грубо говоря, вообще как строить равномерно вычислимые эквиваленты, все алгебры, мы берем, именно нас интересуют в данном случае, значит, простые, то есть не гипериммунные. Я скажу, почему не гипериммунные, дальше об этом будет разговор. Иммунные, не гипериммунные множества берем, берем сильную таблицу, вот, значит, есть множество альфа, есть множество f, определяющие сильную таблицу. Значит, берем вначале первый член сильной таблицы элемента, оттуда потихонечку, как дерево, берем один, один, другой, второй, третий члены сильной таблицы, второй уровень заполняем, на третьем уровне, и для каждого из предыдущего уровня кладем все числа, сколько там надо, набираем сильные таблицы, потом еще ниже, 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 и таким образом строим некое дерево. Ну, по построению это будет равномерно вычислимо-отделимо. Вот. Теперь, если вот эта альфа-исход у нас будет простым, не гиперпростым, то она будет и позитивна, и неэффективна бесконечна. Ну, внимательно посмотрите, проверите тут без проблем. Вот. Теперь. Замечание, конечно, порождено. Вот. Пусть альфа-призвольная множество с иммунным дополнением. Если омега-минус альфа не гипериммунна, то эта альфа не является равномерно вычислимо-отделимым, об этом я говорил, да? Существует такое простое, не гиперпростое, что над эквивалентностью эта альфа представима конечно порожденная, ну, разумеется, неэффективно-бесконечная алгебра. Если альфа гиперпросто, омега-минус альфа ретрофируемая, то эта альфа равномерно вычислимо-отделимая, позитивная эквивалентность. И в то же время, для любого альфа, вообще любого, любого, с гипериммунным дополнением, то есть альфа может иметь любую степень, какую хотите, всякая алгебра, представимая на вот этой эквивалентности этой альфы, является локально конечной. То есть нас интересует именно конечно порожденная алгебра с точки зрения компьютера сайта. А если вот эти вот вещи будут, значит, трансферсаль будет гипериммунной, характеристической для эквивалентности, то только локально конечная алгебра над ней представима, других вариантов там нет. Когда будем на следующей лекции, вот как раз о конструкции, о теореме Мальцева говорить, там вот эти вещи, они более выпуклы, более подробно будут освещаться. Так, у нас что, всего 10 минут остается, что ли? Что-то я не успеваю. Расчет, не расчет пошел. Короче, ладно, потом вот здесь посмотрите, построена вот высшая конечная порожденная алгебра. Почему она не является, значит, ну вот это доказательство более подробное дается, тут, так сказать, давайте с ним подождем. Сейчас я хотел остановиться на более серьезной вещи. Тем более остается всего 10 минут. Значит, дип-формула. Бескванторная формула называется дизюнктивно-импликативно-позитивно-дип-формулой, если она имеет один из следующих видов. Значит, дизюнкция атомарных следует фи, фи-позитивная. Дизюнкция атомарных неуместно, но то есть следует ложь. Или просто фи-позитивная. Ну, значит, фактически почти все формулы являются дип-формулами, кроме, 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 как ни странно, вот когда боги смеются, да, Джек Лонна говорил, когда боги смеются, кроме квазитождества. Именно вот типа, типа, когда вот это, значит, квазитождество, когда, вот, однопосылочное квазитождество сюда входит. Например, из А следует там, в Б, скажем, да, но когда из А и Б следует С, А, Б, С, значит, они, значит, элементарной формулой. Вот такого рода формулы они дип-формулами не являются. А именно такие нам, как бы, были нужны. Но, тем не менее, давайте смотреть. Конъюнкция отрицаний атомарных в случае 2, позитивный в случае 3, однопосылочные квазитождества и так далее. Вот они все, значит, проходят. Вот это дип-формулы. Ну, универсальное замыкание называется универсальным дип-предложением. А что значит позитивная формула? Позитивная, это значит, только, вот, берем элементарные, да, формулы, атомные, в чистом виде, без всяких отрицаний. И между ними могут быть дизюнкции и конъюнкции. Все. А, ну, понятно, да. Обычный позитивный, да. Значит, теорема об универсальной дип-характеризации равномерного училима отдельного указания. Вот эта теорема очень интересная, ее нельзя не сказать. Значит, пусть дана нумерованная модель. Следующее условие равносильное. mν равномерно вычислимо-отделимое. Ну, модель написал, на самом деле, и для модели это тоже верно. Ну, в данном случае мы алгебры изучаем. Давайте судим. Значит, то есть, ню является равномерно вычислимой отдельной нумерацией. Второе. Если фи вычислимо-перечислимое множество универсальных дип-предложений, реализующихся в m, то mν равномерно аппроксимируется негативными фи-моделями. То есть, негативными моделями, в которых реализуется фи. Понятно, да? Посмотрите. Пусть у нас есть нумерованная модель. Значит, берем любое множество дип-предложений. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас. Заряд, заряд. Низкий уровень заряд. Вот. Ну, из 2 и 1, в принципе, понятно. В качестве фи возьмем пустое множество. И получается, значит... Вот. Из 1 и 2 нам сейчас главное показать. Из 1 и 2, да. Если она равномерно вычислима-отделима, как показать, что любое множество перечислимых вот этих дип-предложений, Оно обязательно будет, значит, вот этими, аппроксимироваться вот этими фи-моделями, такими негативными, которые удовлетворяют вот эту фи, обязательно. Но потому что, это будет так, потому что, потому что, вот, потому что, вот, дип-приложение, оно имеет какой вид, смотрите, допустим, оно ложно, да, ну, начинаем с какого-то, там, на две части делим, вообще непонятно, что, это не модель, не алгебра. Разделим омега на две части. И вот, если дип-предложение не выполняется, то есть правая часть ложна, да, если правая часть ложна, мы что делаем? Если правая часть ложна, то левая часть не может быть истиной, левая часть. То есть, ни один из атомарных дизюктивных членов не может быть истинным. И каждый из них мы начинаем расщеплять. Каким образом расщеплять? С помощью алгоритма равномерной отделимости. Процесс итерируется. И, кстати, вот то, что это будет, значит, конгруэнцией, вот эти вот трансляции мальцевские, помните, если, значит, х, если х равно эквивалентный у, то значение вот этих функций от х и у тоже эквивалентны. Мы можем это трансляционно представить в виде однопосылочных квадритургистов, однопосылочных. Вот эти все. То есть, если х набор эквивалентен набору у, то ф от х набора эквивалентен набору у. Вот это согласованность операции с эквивалентностью. Мы можем взять трансляции по одной переменной. И все это мы где-то когда-нибудь реализуем. Вот эта вот предельная конструкция, она и будет являться негативной. Все. Заметим, что уже для квадритургиста вида А и Б влечет С, указанная процедура не работает. Вот так как если С ложна на некотором наборе, то, конечно же, вот это вот будет ложна А и Б. Но мы не знаем, то ли на А ложна, то ли на Б ложна, понимаете? Или на Бу их ложна. Вот мы вот этого не знаем. Поэтому в этой теореме нельзя заменить универсальный деприт. Да, да. Вот поэтому, так сказать, вот эти вещи не проходят. И тем не менее, вот для широкого класса мы можем показать устойчивость относительно гомоморфизма. Вот. В этой теореме, значит, нельзя... Ну ладно, это ладно, это мы опустим. Вот. Значит, существует, конечно, порожденная, значит, равномерно вычислимая, равномерно вычислимая, делимая, позитивная алгебра. Вот все наши вот эти конструкции я давал, они все равномерные. Равномерно стоят. Общий метод построения систем приведен на вычислим. Значит, существует, конечно, порожденная, позитивно представимая алгебра, конечная сигнатура, никакое обогащение которой не является инициальной системой ни в каком, конечно, базированном многообразии раз. Но многообразие я уже показывал, принцип, как это делать. Квази-многообразие, задаваемым однопосылочными квази-тождествами. Почему? Потому что это диппредложение. В позитивном классе, потому что диппредложение, ну, еще кое-что можно добавить, но в общем случае, конечно, не так. Вот по поводу этой теоремы, ну, скажем, что она позволяет частично преодолеть трудности, связанные с неустойчивостью формул того или иного вида относительно гоморфизма. Вот, когда мы говорим о тождествах, мы вообще, у нас в голове даже нет, мы говорим, ну, тождества, значит, все гоморфные образы обязательно там же лежат и так далее, вот в этом же классе аксиматизируем. Извините, уже для квази-тождеств это не так, даже для однопосылочных квази-тождеств и так далее, универсальные диппредложения. Ну, в общем, ну, а тут, оказывается, частично мы можем обойтись. То есть, не просто аппроксимируемость, а аппроксимируемость теми моделями, которые, во-первых, значит, вот для любого вот этого вычлением-перечлением множества фи диппредложений, реализующегося в исходной модели, во-первых, вот эти модели, они будут фи-моделями, аппроксимирующие, все аппроксимирующие, они сами являются вот этими фи-системами. Вот. И вот во многих случаях, как кажется, такие вещи делать можно. Вот. Ну, немножко вот, к сожалению, получилось так, чтобы уложиться, мне пришлось немножко, немножко вперед идти, чуть убыстрять темп. Но, значит, все будет выложено, если есть какие-то вопросы, у нас впереди еще, даст Бог, не одна лекция, так что мы будем каким-то вопросом возвращаться и так далее. Вот. Моя задача довести до вас и вот особенно у молодежи пробудить интерес к некоторым вот вещам, которые связаны с понятием вообще алгебр, нумерованных алгебр, которые являются отделимыми, вычлимыми отделимыми и так далее. Вот. 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 Такого рода вещам. И здесь, как видим, связи есть удивительные, значит, из теории, и с программированием, с компьютерным сайтом. В следующий раз я покажу, что чисто с теорией вычисленности какие связи там существуют. Ну, и со многими другими вещами. Ну, пожалуй, я думаю, на этом закончу. Сейчас, секунду, секунду. Вот. Ну, книги здесь же остаются. Спасибо за внимание. Ну, и если есть вопросы, давайте будем говорить о вопросах и следить. С удовольствием, выслушаю. Если смогу, отвечу. Не смогу. Будем вместе думать и думать, как дальше быть. Спасибо большое. У меня вот есть один вопрос. Ну, он касается вычисленно-отделимых эквивалентностей. Вот. Для эквивалентности же там изучаются вот их структуры при помощи вот СЭС-сводимости. Нет, ну, сводимости может быть много, конечно, Марс Масруевич. Ну, я вам сразу честно скажу. Их очень много. И сейчас очень много работ по этим вариантам идет. Я как-то вот особо не слежу за литературой. Вот. Эквивалентности, которые мы вводим, сводимость, которые меня интересуют, они более абстрактные, так сказать. Вот. Ну, с точки зрения возможности определимости алгебраических систем, структур. Вот. Насчет СЭС-сводимости, да, есть, конечно. И вопрос давайте договаривать. Я заранее предупредил, что вряд ли отвечу, да. Вопрос был такой. Вот как-то вот эта отделимость там можно использовать, интересно, вот в тех структурных свойствах, которые вот исследуются. Отделимость наверняка, вот, я не могу сейчас железно-бетонно сказать, но, скорее всего, можно, можно, скорее всего, можно. Вот смотрите, что такое отделимость. Если есть нечто осязаемое, которое одну эквивалентность переводит на другую, да, вот, скажем, одна внизу, другая сверху. И вот если у нас то, что сверху отделимо хорошо, тогда вот это можно аккуратненько и вниз перенести структуру отделимости. Ну, грубо говоря, грубо так вот. Так что... Хорошо, спасибо, будем думать. Вот, ну, давайте, ну, сегодня же не последняя еще лекция, давайте вот, более того, мы еще до середины не дошли, по-моему, так что будем думать и будем работать. Спасибо.